Плавающие чернила, воздушные облака – все это ЭБРУ, рисунки на воде. Именно этой технике посвящен прямой эфир мастер-класса для девочки, которая проходит лечение в онкоцентре детской областной больницы. Арт-терапия, название говорит само за себя, это лечение искусством. И в этом лечении нет медикаментов, уколов и даже массажа. На творческом занятии по ЭБРУ детям понадобится лишь лист бумаги, вода, краски и шило. В результате получится вот такой интересный рисунок. Эпидемиологическая обстановка не позволяет встретиться с детьми, которые сегодня находятся на лечении. Но представители попечительского совета детского фонда, вопреки всему, подготовили ребятам подарки и мастер-класс. Детки в больнице не думают только о том, что они лежат, болеют и выздоровеют они или нет. Конечно, мы все очень хотим, чтобы они выздоровели, поправили свое здоровье. И это им дает лишний повод подумать о чем-то другом. Например, о рисовании, что они кому-то нужны, что люди думают о них. Есть детки, которые нуждаются в нашем внимании. Это не заканчивается одним днем на сегодняшний день. Все средства, которые мы собрали, они будут направлены ребенку, который буквально на днях стал необходимость отправить его в Москву на лечение дорогостоящее. Эти средства мы направим ему на помощь. Поэтому я считаю, что это жизненная позиция моя и многих людей, которые объединяются, помогают, радуют, заботятся о детях. И все-таки вот этот лучик солнца для детей, он должен дарить им радость. И действительно, это пусть будет праздником, но не каким-то неприятным днем. За творческую составляющую отвечала Юлия Желтова. Художник наносит рисунок красками, которые не растворяются в воде, а остаются на поверхности. Смешиваются между собой и образуют узоры. Техника легкая и воздушная. Берем шилы, начинаем гладить и говорить абра-кадабра, абра-кади. Ну и перо со счастьем к нам приходи. Но на самом деле, любое желание загадываем. И волшебство должно прийти. Что мы делаем дальше? За краешек берем или сбоку, или снизу, или сверху. И обязательно, докасаясь с бортика, снимаем. Смотрите, аккуратно. Оба-на! И рисунок у нас с вами готов. Прямые эфиры Юлия Желтова начала вести во время первой волны пандемии. Массовые мероприятия были под запретом. Нет людей, нет занятий. И тогда Юля нашла выход из положения. Начала рисовать. Каждый день в течение нескольких месяцев. В социальных сетях она обрела сторонников со всего мира. Рисовали гуашью и в технике эбру. Такие занятия не требуют художественной подготовки. Здесь главное отдаться эмоциям. Не нужно абсолютно стремиться к каким-то идеальным картинкам. Здесь увлекательный процесс. И за эти полчаса я увидела, что Полина у нас, она просто начала улыбаться. Если изначально она села, для нее это было волнительно, конечно, естественно. Для нее это было необычно. Она сказала, что не видела, не слышала. Но прошло полчаса, она улыбалась, и я видела, что одного рисунка недостаточно. 30 минут хватило на то, чтобы ребенок отвлекся от процедур и почувствовал себя настоящим художником. Он получил минуты счастья, которые порой имеют более целительное воздействие на организм, чем лекарства. Елена Хромова, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей.